По каким правилам будет жить бизнес в следующем году, если вступят в силу новые санитарные требования Роспотребнадзора? На эту тему самарские предприниматели обсудили на трехсторонней встрече с представителями власти и надзорных органов. Открытый диалог помогает приходить к компромиссу, благодаря чему регион улучшает свои позиции в индексе административного давления. Если два года назад Самарская область была на 69-м месте, то сегодня уже на 49-м. Будем смотреть, где у нас имеются еще резервы для того, чтобы облегчить в нынешних непростых условиях жизнь предпринимателям. В настоящее время Самарская область занимает хорошие позиции в рейтинге. Мы поднялись почти на 20 позиций, но не останавливаемся на достигнутом. Помогать это по-самарски. Мы постоянно находимся в диалоге с предпринимательским сообществом. Трехсторонние встречи – практика регулярная. Их проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В обсуждениях могут принять участие все желающие. Заседание транслируется в инстаграм-аккаунте mybiz.ru. Это, по сути, прямой контакт с властью. Раньше такого не было. Именно такие встречи, участие здесь бизнеса, разъяснительные работы, они просто необходимы для того, чтобы потом бизнес просто себя спас от будущих проблем. На встрече обсудили возможные способы снижения административного давления на бизнес. Действующие в регионе принципы контрольно-надзорной работы. На днях в правительстве России приняли решение сохранить мораторий на плановые проверки для малого бизнеса до конца 2021 года. Рейды по соблюдению санитарных правил в связи с пандемией коронавируса под запрет не попадут. Остаются проверки первой и второй группы риска категории. В рамках нашей полномочий останутся проверки по лицензионному контролю в части использования объектов ионизирующего излучения. Ежедневные проверки предпринимателей будут проводиться до окончания пандемии коронавируса. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.